21 апреля россияне отметили молодой государственный праздник – День местного самоуправления. 131-й федеральный закон об общих принципах организации местного самоуправления Российской Федерации принимался в первую очередь для того, чтобы дать жителям возможность непосредственно участвовать в жизни своих населенных пунктов, решать совместно с местной властью существующие проблемы. В этот день во всех школах Славянского района прошли классные часы и уроки, посвященные этому государственному празднику. У восьмиклассников школы номер 5 на уроки побывал глава района Роман Сенеговский. Вместе с учителем истории и общества знаний Ириной Бражниковой глава района рассказал ребятам об истории местного самоуправления в России, о действии 131-го федерального закона, регламентирующего принципы местного самоуправления в нашей стране в настоящее время, о работе районной и поселенческой власти в сотрудничестве с жителями в решении вопросов местного значения. У президента большие полномочия, он определяет основные направления внешней и внутренней политики. Но мы-то с вами в большей степени все-таки в своей обычной жизни сталкиваемся с результатами деятельности именно местных органов власти. Роман Сенеговский отметил, что согласно 131-го федерального закона, многие вопросы местного значения, такие как обеспечение санитарного порядка, благоустройство, ремонт дорог, оборудование уличного освещения, озеленение населенных пунктов, газификация и водоснабжение и другие, местная власть решает совместно с жителями, учитывая мнения и пожелания людей. В этом главный смысл местного самоуправления. 131-й закон, который был принят 13 лет назад, он конкретно регламентирует нашу работу. Благодаря этому закону у нас организовалось в районе 14 сельских городского поселения, администрация Славянского района, главой которой являюсь непосредственно я. Что касается администрации района, у нас 30 полномочий, о них уже было показано в фильме. Это и образование, это и вопросы здравоохранения, это и вопросы культуры, спорта, вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Во время общения с Романом Синеговским ребята задали немало вопросов, касающихся бюджета района, развития спорта, ремонта спортшколы «Юность» и городского скейт-парка. Отвечая на них, глава пояснил, что эффективное формирование бюджета и его грамотное расходование – одна из главных задач местной власти. Именно от ее решения зависит развитие всех социальных отраслей, ведь более 80% районного бюджета в течение года тратится именно на социальную сферу. Также Роман Синеговский отметил, что в планах этого года начать капитальный ремонт детской и юношеской спортивной школы «Юность», а в ближайшее время, уже в мае, будет выполнен капремонт покрытия и оборудования в скейт-парке. Встреча с главой у школьников оставила приятные впечатления. Я понимаю, что работа в самоуправлении довольно-таки непростая, так как мой брат сам был президентом школьного самоуправления, и я в какой-то части была маленьким участником этих работ. Мне встреча показалась довольно-таки хорошей и прошла уютно. Органы власти оказывают большое влияние на развитие всех районов, на развитие инфраструктуры в этих районах, ну и, в общем, на благоустройство и житие народа. Классные часы под названием «Сильный муниципалитет, сильная страна» прошли и в других школах района. В школе номер 46 хутора Нищедимовского пообщался с учениками Владимир Селецкий, депутат районного совета, директор Славинского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних. Владимир Григорьевич – бывший директор этой школы. Он рассказал ребятам о значении и важности 131-го закона Российской Федерации для общества. Как делятся властные структуры? На две части. Это есть исполнительная власть. Кто сюда входит? В исполнительную власть входит или нет? Это глава администрации и его администрация. То есть те, кто есть. И есть законодательная. Или у нас она в виде совета депутатов. Также классные часы прошли в лицее номер один и филиале Кубанского государственного университета. В лицее в качестве приглашенного гостя для проведения урока присутствовал Виктор Дубенцов, консультант главы администрации района. В филиале КубГУ побывала Юлия Вишнякова, депутат районного совета, директор Славинского историко-краеведческого музея. А 18-ю школу в рамках проведения урока в гражданственности посетили глава города Александр Коновалов и председатель городского совета Андрей Ракуленко. Тина Копачевская, Георгий Калинин, Александр Косицын, Игорь Ванчугов. Программа «События». Георгий Кузьмин, Александр Косицын.